КАДРЫ Всем привет! Вы смотрите КАДРЫ! Канюкулы в самом разгаре, а это значит, что все просыпаются ближе к обеду, и голова их занята только одной мыслью. Как бы сегодня провести день, чтобы было о чем рассказать в школе? Кадры готовы подсказать вам несколько идей, если у вас своих уже не хватает. Итак, сегодняшний выпуск посвящен развлечениям! Ура! Поэтому мы сразу начнем с рубрики «Наша афиша». Ну что же, как вы думаете, с чего я начну? Правильно, с концерта. В субботу, 28 марта, СКК имени Блинова, 18.00. Вы уже догадались? Да, это концерт нашумевшей группы «30 Seconds to Mars». Так что тем, кто идет, удачно поглазить на живого Джареда. Рекомендую вам посетить экскурсию-выставку, если это так можно назвать, «Достоевский и Сибирь в музее». Правильно, имени Достоевского. Достоевский один из самых знаменитых писателей нашего города. Федор Михайлович, конечно, не коренной амич. Если кто не знает, Достоевский был сослан в Омскую крепость, на каторгу. А вот за что, как он выживал в суровых сибирских условиях, как его освободили и что происходило в его жизни потом, вы узнаете уже в музее. Ну и закончу я фильмами «Дивергент 2» и «Сургент», «Дом» и, конечно же, «Призрак». Итак, самым доступным из искусств для нас является кино. А в кинотеатрах на этой неделе стартовал новый отечественный фильм «Призрак». И по этому поводу сегодня у нас в гостях исполнитель главной роли Семен Трескунов. Семен Трескунов, 15 лет. В период с 2011 по 2014 год снялся более чем в 25 фильмах. Известен ролями в фильмах «Мамы», «Частная пионерская», где сыграл главную роль пионера Мишку Хрусталева, в сериалах «Светофор» и «Семейный бизнес». При этом стоит отметить разнообразие создаваемых им образов. Беспризорник Каррик в психологическом триллере «Стальная бабочка», Сережа Чеботарь в триллере «Мосгаз», шпана Ромка в «Детективе черной кошки». В сериале Александра Котта «Обратная сторона луны» Семен сыграл маньяка в детстве. В 2013 году на 17-м фестивале визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орленок» Семена Трескунова наградили дипломом за лучший актерский дуэт с Егором Клинаевым в фильме «Частная пионерская». Кроме того, за роль в этом фильме юного актера поощрили призом на 21-м международном кинофестивале «Алый паруса», который проводится в Артеке. Пишет и читает рэп под псевдонимом «Холдэм». Привет, Семен. Здравствуйте, ребят. Семен, расскажи нам немного о фильме. В каком жанре он снят? Название у него как у ужастика. Призрак. А я люблю ужастики. Нет, ну это не ужастик, это мистическая комедия. Вот так определили жанр фильма. То есть это комедия с элементами мистики. Действительно, потому что главный герой у нас – призрак. Семен, вот нас в школе телевидения учили, что комедия – это самый сложный жанр. Вот ты снимался во многих фильмах. Какой, по твоему мнению, самый сложный жанр? По моему мнению, самый сложный все-таки драматический. Любой фильм сложный. Ну вообще каждый жанр по-своему сложный. Там же своя специфика у каждого. Но лично для меня по-актерски всегда сложнее было драма. На съемках «Призрака» Федору Бондарчуку и Семену Трескунову предстояло научиться управлять самолетом. А Семену еще и танцевать ча-ча-ча и заикаться. Молодой актер героически бросался на любую задачу. Нужно было танцевать – ходил на занятия с педагогом. Кстати, все фразы, которым тот научил его, потом были перенесены в сценарий. Семен сам повторял их на съемочной площадке. Продюсеры намекнули, что сиквел «Призрака» вполне может быть. И в нем может быть все, что угодно. Вплоть до воскрешения героя Федора Бондарчука или возвращения «Призрака» Юры Гордеева. Все будет зависеть от зрителей. Если они не захотят расставаться с персонажами, то мы тем более. Вашим партнером по фильму был Федор Бондарчук. Каково было с ним работать? Классно. Федор Сергеевич – прекрасный человек и прекрасный партнер, коллега. Он мне очень сильно помогал на площадке, за что я ему очень сильно благодарен. Как бы если фильм и получился, то только благодаря тому, что с его стороны мне была оказана вот такая вот помощь. Но ведь Федор еще и режиссер, причем очень успешный. Ну, ему, наверное, было очень сложно оставаться на съемочной площадке только актером. Нет. Ну, как бы я не знаю, как он ведет себя, ну, ввел на остальных съемочных площадках в роли актера, но здесь он был только актером. И право что-то менять все-таки оставалось за режиссером. Федор Бондарчук не только актер и режиссер, но и часто герой светской хроники. Кто еще на этой неделе часто бывал в новостях шоу-бизнеса, расскажем в следующей рубрике. Всем привет! У нас с вами сегодня маленький праздник. К нам вернулась Ариша, чему мы, конечно же, очень рады. А я к вам с новостями. Но первая новость – тебя. Хорошо. У меня как раз есть одна очень любопытная информация. Ты представляешь, Антонио Бандерас решил исполнить свою давнюю мечту и заняться, знаешь, чем? Ммм, даже боюсь представить. Он решил посещать курсы кройки и шитья. Саш, ты о чем? Ладно, я, конечно, немного утрирую. Известный актер решил стать дизайнером. Он поступил в колледж Централ Сейнт Мартинс в Лондоне. Неожиданно, но страсть к моде уже поработила всех. Да, мы скоро будем не роли в кино обсуждать, а одежду от актеров. Так, а что у тебя нового? Ну, знаешь, я очень долго думала, что заставило Джареда Лето устраивать тур по всей России и даже прилететь в Сибирь. Вот это очень интересно. А как же? Кроме любви к поклонникам, которых Лето действительно обожает, на это повлияло и Крис Джейнер. Пока я не вижу логики. После недели моды в Париже звезда реалити жаждет встречи с Джаредом. По словам некоторых людей, приближенных к Джейнер, она не против видеть Лето в качестве зятя, а лучше бойфренда. Тебя не смущает тот факт, что тур был запланирован намного раньше, чем прошла неделя моды? Ну, я как-то об этом не подумала. Замечательно. Когда в твое голову придет очередная гениальная идея, учитывая этот факт. Обязательно. Какие еще у тебя новости? Буквально неделю назад Ассоциация продюсеров кино и телевидения в третий раз вручила свою премию. И победителями стали... Саш, не молчи! В номинации «Лучший телефильм от одной до четырех серий» победила картина «Ладог». А лучшей комедией стал сериал «Физрук». Ну, ожидаемо. Лучшим телевизионным мини-сериалом стал, конечно же, «Мажор», а в номинации «Лучший сериал от двадцати четырех серий» победил корабль. Так, стоп. А где же выжить после? И выжить после нет, и молодежки тоже. Не будем расстраиваться. Может, нам повезет так же, как и пенсионерки из Москвы. Мы пойдем на пенсию? Не смешно. История-то какая, ты тут сидишь и шутишь. Все, все, я слушаю тебя и... Обозреватель газеты «Коммерсант» Александр Черных шел по станции Пушкинская, когда заметил одинокую старушку у киоска с прессой. Мужчина подумал, что бабушке не хватит денег на газету или журнал, но оказалось, что она всего лишь любовалась афишей концерта французского шансонье Шарля Азнавура. К сожалению, я не знаю, кто это, но я обязательно прогуглю и посмотрю. Честное слово. Только ты рассказывай дальше, очень интересно. Так я о чем? Слушай, что было дальше. Журналист и пожилая женщина разговорились, и пока они спускались на эскалаторе, Лидия Ивановна, ну так зовут женщину, спела несколько песен на французском языке. Мужчину настолько поразила новая знакомая, что он, спросив разрешения, снял ее на камеру и оставил ей свой номер телефона. А что дальше было? Моришь. Неприятно, правда? Черных переживал, что старушка так и не позвонит, и он больше ее никогда не увидит. Опасения были напрасны. Во-первых, бабушка нашлась, ее узнали на улице люди, прочитавшие рассказ Черных, и сам Александр тут же примчался на встречу с новой знакомой. Во-вторых, с журналистом связались организаторы московского концерта Азнавура. Билет был подарен французской газетой, а сам артист захотел встретиться с Лидией Ивановной после концерта. Вот это история, вот это я понимаю. Говорят, что у нас хороших людей нет. Так вот же они, на каждом шагу стоят. Просто нам посмотреть некогда. Это точно. Вечно мы куда-то спешим. Нам спешить не надо. А вот кое-кому надо, кого мы хотим поздравить. С небольшим опозданием, но здесь главное сам факт. Не понимаете, о ком мы? Да вы что? Мы же об Антоне Шипулине. Это, конечно, не звезда шоу-бизнеса, но самое главное, что Антон – наша гордость. Дорогой Антон, поздравляем вас с малым хрустальным глобусом. Успехов, удачи и новых побед пусть следующий кубок мира и чемпионат мира закончатся вашей победой в личном зачете. Поздравляем Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Дарью Веролайнин, Екатерину Юрлову. В общем, всю сборную России по биатлону. Удачи вам в следующем году. А зрителям мы хотим сказать – любите спорт и смотрите кадры. Семен, вот ты снимаешься по 8-9 фильмов в год. Вот ты устаешь? По-хорошему устаю, но грех жаловаться, честно говоря, потому что многие мечтают, а я вот просто снимаюсь. Это огромное счастье на самом деле. Семен, скажи, пожалуйста, а как получается совмещать учебу и съемки? И получается ли вообще? Нет, получается. Это вообще как бы забавно, потому что начиная с 5-го класса я регулярно по многу пропускаю школу, но мне постоянно как бы помогает мой классный руководитель, защищает нападок других учителей. Но плюс ко всему еще приходится очень часто жертвовать досугом для того, чтобы дома проходить материал, который ты пропустил в школе. То есть реально садишься за книжки и учишь даже ту же химию, физику, которая кажется как будто бы и не пригодится, а надо все равно, потому что школьная программа. Семен, вот скоро экзамены, ОГЭ, ты вот готов к ним? Честно? Да. Не очень, но не боюсь особо. Ну как бы это сложный экзамен, но мне кажется, это больше запугивание как бы со стороны учителей оказывается, ну потому что экзамену как контроль на работу, если подготовиться, то бояться, собственно, и нечего. Семен, а если бы вам позволили снять свой собственный фильм, о чем бы он был и кого бы вы пригласили на главную роль? У меня есть фотоаппарат, и снимать я могу, для этого нужен сценарий, и нужны актеры, а с этим пока трудновато, просто я над этим даже не думал. Ну, вы имеете в виду актеров, кого бы я взял именно русских актеров? Все равно. Ну, для меня, например, кумир именно как актер, это Евгений Миронов. Я очень люблю как актера. Вот, ну естественно, даже если у меня будет фотоаппарат, этого мало, для того, чтобы у меня снялся Евгений Миронов. Вот, я больше поклонник творчества Паши Деревянко. А вот, а так, мне безумно нравится Джеймс Маковой. Ну, это на Голливуде Леонардо Ди Каприо. Они прям мастера своего дела. Семен, этим летом мы решили снять свой учебный художественный фильм. Что посоветуете? Ну, смотря какова тематика фильма, идея. Ну, я просто не знаю, что вы хотите снять. Там, можно какую-нибудь подростковую драму снять. Ну, я просто не знаю, что вы задумали. Многие известные актеры время от времени снимаются малобюджетных, экспериментальных фильмов. Молодых режиссеров, если мы вам предложим небольшую роль в нашем фильме, приедете? В Омск? Ну, просто это немножко далековато от моего дома. Я не знаю, ну, вы летом собираетесь снимать? Ну, я просто не знаю, как у меня там с летом, что будет. Но вообще это правда, потому что, ну, сейчас, как бы, пару месяцев назад я участвовал, действительно, в экспериментальном кино. На самом деле, очень приятно, когда можно сняться вот в совершенно независимом кино, потому что вроде как чувствуешь, что помогаешь творческим людям, действительно, как бы, которые, ну, вот, не получили должного финансирования, и ты, вот, можешь им помочь хоть чем-то. Это очень классно, на самом деле. Ну, раз у вас не получится потом, то мы можем снять вас прямо сейчас. Серьезно? Крупные планы, а потом мы найдем статиста для общих. Конечно. Семен, ты, как уже понял, Д'Артаньян. Классно. Тебе нужно сказать пару фраз, ключевых таких, из истории. Какие, по твоему мнению, самые популярные фразы? Я ни одно не помню, к сожалению. Ну, тогда давайте подумаем вместе. Я помню слово «Констанция». Ну, имя. Вот, да. Дубль один, кадр один. Мотор, начали. Констанция. Кадр один, дубль два. Констанция. Кадр два, дубль один. Эй, каналья! Кадр три, дубль один. Один за всех. И всех до одного. Кадр три, дубль два. Один за всех. И всех до одного. А за такую шикарную, актерскую работу мы хотим вручить вам этого плоскора. Плоскора. Ну, да. Ну, теперь Ди Каприо может завидовать, да? Да. Семен, на самом деле мы вас разыграли. Да я понял. Ну, классно. Мы будем снимать другое кино. Все дело в том, что наша передача выходит в канун 1 апреля, а это, как известно, время шуток и розыгрышей. Ну, а вам, как, наверное, не привыкать, ведь всегда на съемочной площадке происходит что-то забавное. Может, расскажете? Ну, там обычно все смешное связано с какими-то производственными моментами, поэтому... Ну, просто бывают смешные оговорки артистов. Ну, я просто не могу вспомнить там дословно, но представьте, что там говорят одно, должны сказать одно, а говорят совершенно другое, из-за того, что запинаются, как бы, и звучит это очень смешно. Даже у меня такое бывает иногда. По себе знаем, у нас такое тоже часто происходит. Давайте вам знакомы. Да. 1 апреля – Всемирный день дурака. История и традиции праздника в нашей следующей рубрике. День смеха или день дурака? Праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах мира. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Известно, что в 1539 году один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения 1 апреля. Первое же прямое упоминание праздника датируется 1686 годом, когда Джон Обри упомянул «Fulls Holiday», то есть праздник дураков. Традиционно в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после этого времени, называют апрельскими дураками. Главное празднование в СНГ Дня Дурака проходит в городе Одессе 1 апреля. В этот же день аналогичный фестиваль проходит в болгарской столице юмора Габрово. В России первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатые ходили по улицам и приглашали всех прийти на неслыханное представление. От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью «Первый апрель никому не верь». На этом неслыханное представление закончилось. А вот другие известные розыгрыши. В 1957 году компания BBC опубликовала репортаж о небывалом урожае макарон в Швейцарии. Компания получила немало писем откликов. Кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально. Кто-то просил выслать рассаду. И лишь немногие высказывали легкую растерянность, ведь они до сих пор были уверены в том, что макароны изготавливаются из муки. Или, например, воппер для левшей. Если кто не знает, то воппер это бургер такой. В 1998 году Burger King сообщили, что придумали левосторонний воппер, созданный специально для левшей. В тот же день многие люди, приходя в их заведения, просили старый стандартный воппер для правшей. А вот в 2013 году Google разыграла пользователей запуском своей новой службы Google Knows, которая якобы может передавать запахи прямо на устройство, за которым работает пользователь. На официальном канале компании на YouTube даже появилось рекламное видео. Понять, что вас разыграли, можно было, нажав кнопку нужна помощь. Последняя фраза на странице гласит «С первым апреля!» Семен, скажите, у меня такой вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы получить роль в фильме? Прийти на кастинг. И все. Ну и сделать то, что тебя просит режиссер или кастинг-директор. Ну как бы, обычно же как? У тебя есть текст, есть, ну хотя бы краткий синопсис, и ты приходишь на кастинг, и тебе, ну как бы просто играешь текст, который у тебя есть на камере. Вот, если ты все сделал правильно, то, как правило, ты попадаешь в фильм. А вот насчет работы в театре задумывался? Вообще-то да, как бы я сейчас впервые в жизни, ну совсем недавно попробовался в театр. В Москве есть Московский губернский театр, где художественный руководитель Сергей Безруков. Я пробовался в постановку Острова Сокровищ, ну как бы я на Джима Хокинса. И я прошел, а Сильвера будет играть как раз-таки сам Сергей Витальевич. Вот, но сейчас мы просто репетируем пока, так сказать, читка и сценировки у нас происходит. но есть глобальные отличия между театром и кино, они чувствуются. Семен, есть такая информация, что ты снимаешься еще в трех фильмах, которые должны выйти в 2015 году. Ты можешь о них рассказать? Да, это правда. 14 апреля выйдет «Частная пионерская 2». Ну как выйдет, просто будет премьера показана в Доме кино, а там вот как с прокатом будет, я не знаю. Еще в начале года у меня были съемки для телевизионного проекта Аргентина. Мы там работали с Татьяной Арнгольц и тоже был, кстати, классный опыт, потому что не все же тюлень играть, там я мальчик и хулиган, детдомовца играю. Ну надеюсь, выйдет круто, но когда, я не знаю, мне же не сообщают. В мае, по-моему, выйдет хороший плохой день, да? Да. Ты говоришь о том, что у тебя очень мало свободного времени. На что ты его тратишь? У меня не очень мало свободного времени, оно у меня есть все равно. И трачу я его, самым приятным образом. У меня есть младший брат и младшая сестра, я постоянно с ними гуляю. У меня есть друзья, я с ними гуляю. Я очень люблю литературу, всяческую абсолютно. И часто хожу в кино. Итак, в кино! С вами были кадры и Семен Трискунов. Люблю, когда гости приходят не с пустыми руками. Сегодня мы впервые в истории нашей программы будем разыгрывать призы. Вот такие три замечательные футболки с логотипом фильма «Призрак». Постер, где расписался сам Федор Бондарчук. Сходите в кино на фильм «Призрак» и тогда сможете ответить на наши вопросы. Футболку получат первые три участника, которые напишут нам, как герой Федора Бондарчука называл Ивана Кузнецова. А плакат достанется первому, кто ответит в честь кого был назван самолет «Юг-1». Пишите ответы на сайте голиздра.ру в разделе «Кадры». Удачи! В следующей передаче мы подведем итоги и назовем имена победителей. Увидимся через неделю! Пока! Действительно, у меня очень много общего с моим персоналом. А если не секрет, что именно, Федор Сергеевич? Как бы сказать... Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля главная не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить и не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться. Не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви. Твоя лодка не должна быть тонутой. Служи, когда играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети, и даже если не всегда везет. Вам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавли, а не синица. Ваша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, а детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину, это взрослые, а не дети могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным все, что нам кажется бесконечным. Ведь жизнь короткая, будь счастливым, будь верным другом, будь терпеливым. Если любишь, то скажи об этом и поделись с близкими счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь, и не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь. Живи, пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети, и даже если не всегда везет. Живи, пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети, и даже если не всегда везет. Живи, пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети, и даже если не всегда везет. Везет. Юра! Живи, пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети, главное взлететь. И даже если не всегда везет. Живи, пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети, и даже если не всегда везет. Живи, пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети, и даже если не всегда везет. О-о-о-о-о-о, живи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ